Витископ Мне очень нравится Фрай как личность, как баскетболист. Он играл в одной из любимых команд моих, Феникс Санс. И я очень доволен, что его последний длинный контракт получился именно такой. 32 миллиона на 4 года. Если копнуть чуть глубже и посмотреть, какой агент представлял интересы Ченнинга Фрай в процессе подписания контракта, то все сразу становится понятно. Этот человек Роб Пелинка. Первый контракт, который приходит на ум, это 2 года и 48,5 миллионов Коби Брайнд. Вы сами понимаете, что в таком возрасте и с его травмами это очень много. Дальше можно вспомнить контракт Эрика Гордона 4 года и 58 миллионов. Это очень много, особенно учитывая, что Эрик Гордон одну игру играет, потом 2-3-4 недели он находится в лазарете. Большой контракт, который был выдан Бруклином Джеральду Волосу. 40 миллионов на 4 года. Прекрасная работа Пелинки. Он сработал на моменте, когда генеральный менеджер Бруклина Билли Кинг просто не мог не подписать новый контракт с Волосом. Потому что его обмен Волоса на пик в Портленд, который превратился в Демиана Лирада, мог стоить ГМУ Бруклина работы. Ну а самым главным клиентом этого агента является Карлос Бузер, которого он со скандалом перетянул из Клинлин до Вьюту и потом помог ему подписать его последний длинный контракт на 80 миллионов на 5 лет с Чикаго Буллз. Идеальный возраст, идеальная статистика, идеальная ситуация. Все это в сумме поспособствовало тому, что Карлос Бузер получил такой огромный контракт. Хотя было очевидно, что через 2-3 года он начнет сдавать.